Возможно, до изобретения вечного двигателя в науке и технике еще далеко, но такие точно есть среди людей. Это активисты, которым никогда не сидится на месте. Они готовы участвовать в десятках проектов, с радостью продерживают любую инициативу. А что дает им силы, чтобы всегда оставаться в тонусе и вдохновлять других? Об этом узнали слушатели на очередном занятии в школе «Лидер». Студенты Саровского физико-технического института НИАУМИФИ Ангелина Илюшкина и братья Иван и Глеб Ухабова-Богославские поделились со школьниками своим опытом и рассказали о своем участии во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Оказалось, что к нам сюда приезжали и Никитин, и Лихачев, и обсуждалась тема развития Сарова. Иван и Глеб Ухабова-Богославские поделились впечатлениями от фестиваля. Молодых людей вдохновила работа волонтеров, которые стояли на различных зонах по 8 часов подряд, излучая оптимизм и дружелюбие. При этом сами Иван и Глеб – активисты с большим стажем. И поездка в Сириус стала наградой за их деятельность. Наверное, на данный момент в моей жизни – это все-таки участие во Всемирном фестивале молодежи. Мероприятие крупное, всемирного масштаба. И в основе я заслужил поездку туда все-таки своей активностью, своим портфолио. То есть мероприятия, в которых я был, в которых я кому-то помогал, участвовал. Поэтому да, на этот момент именно это фестиваль. Ангелина Илюшкина – боец педагогического студотряда. Летом работает вожатой. Увлекается психологией и бережно относится к народным традициям своей малой родины – республики Мордовии. Своей жизни без множества мероприятий девушка уже не представляет. Моя активистская жизнь началась где-то с 7 класса, когда я взяла свой первый проект, конечно, под руководством моего преподавателя. Это был проект о красной книге. То есть я собирала растения очень редкие, исчезающие. И после этого я уже начала участвовать в более крупных проектах. Мероприятия фестиваля вызвали у участников множество эмоций и дали стимул для дальнейшей работы. Например, Иван Ухабов-Богославский подчеркнул, что раньше недооценивал свою роль в реализации идей, полностью полагаясь на наставников. Но сейчас уверен – пора брать личную ответственность за все свои начинания. После фестиваля я увидел масштаб того, какую значимость имеет именно твоя какая-то идея. Что до этого тебе помогали, а теперь тебе нужно все делать самому. В конце мероприятия муниципальный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Лидия Савишина вручила студентам благодарственные письма, отметив их активную жизненную позицию и ответственность. Следующее занятие в школе «Лидер» запланировано на 24 апреля. Выбрана тема – яркая самопрезентация. Ульяна Крылова, Руслан Лапшин. Объединение журналистика «Дворец детского творчества» для службы новостей «Саров-24». Лидера 34.